Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия нового терминала аэропорта Курумыча и ознакомился с его работой. Председателю правительства продемонстрировали интерактивный макет терминала. Объект строился около полутора лет в рамках государственно-частного партнерства. На его возведение было направлено порядка 8 миллиардов рублей. Дмитрий Медведев поинтересовался, какова пропускная способность нового аэровокзала. Гендиректор компании аэропорта регионов Евгений Чудновский рассказал, терминал может принимать около 3,5 миллионов пассажиров в год. Также премьер-министр посетил выставку, где были представлены новые модели автоваза. На втором этаже терминала Дмитрий Медведев осмотрел зала ожидания. Также в программе рабочего визита председателя правительства совещание, где будут обсуждаться меры поддержки пассажирских авиаперевозок в стране. Тем временем Самара получила право распоряжаться неразграниченными землями. Законопроект в двух чтениях приняли депутаты Самарской губернской думы. Начиная с 2006 года, согласно закону, поселковыми землями распоряжались муниципальные районы, а участки в городах оставались за городскими властями, за исключением Самары, земли которой контролировала область. На этой неделе губернатор внес законопроект, согласно которому полномочия по распоряжению городскими землями, собственность на которой неразграниченно переходит к городу. Еще одной темой обсуждения стали изменения в областной бюджет, расходная часть которого выросла на 8 миллиардов, доходная почти на 5. Это стало возможным за счет получения акцизов с возобновившего работу комбината «Родник», увеличения акцизов на нефтепродукты и продажи патентов на работу мигрантам. Мы можем предполагать, что дополнительные доходы могут быть даже больше, даже выше. И вообще в целом, это один сегодня из главных вопросов в сегодняшней экономической непростой ситуации, это поиск механизмов и путей пополнения доходов бюджета как муниципальных образований, так и в целом бюджета Самарской области. Самарский трамвай отмечает вековой юбилей, он стал первым в истории отечественного производства. Его построили российские специалисты, причем без участия иностранных коллег. Сегодня трамвайная сеть в Самаре считается одной из крупнейших в России, ее протяженность составляет 160 километров. Лучших работников муниципального предприятия чествовали в Самарской филармонии. Первый трамвай был пущен в Самаре 25 февраля 1915 года. В России это было первое предприятие, построенное только отечественными специалистами без участия иностранцев. Уже к концу года в городе ходило более 30 вагонов по 5 маршрутам. В то время этот вид транспорта развивал не более 11 километров в час. Современные трамваи могут передвигаться в 9 раз быстрее. И это не предел. Муниципальное предприятие стоит на пороге инноваций. Мы с вами вообще стоим на пороге такого глобального кардинального обновления подвижного состава, потому что в государственной программе подготовки к чемпионату мира предусмотрены средства как на строительство и реконструкцию линий трамвая. Скорость движения должна увеличиться, так и на такую глобальную кардинальную замену подвижного состава. Почти полвека в Кировском трамвайном депо трудится Михаил Кузьмич. Начинал работать билетным контролером. За 47 лет вверх по карьерной лестнице дослужился до начальника. Пока здоровье позволит, буду работать, конечно. Я сам по себе не посетил по характеру, ответственностью, а я без дела не могу сидеть. Когда не поступил, стал вопрос ехать к родителям, сесть на шею или начать свою трудовую деятельность. Ну и решил начать трудовую деятельность. В филармонии участвовали лучших работников отрасли. Некоторых награждали целыми династиями, к примеру, семью Снегиревых, общий стаж работы которых 392 года. Также награду от Думы городского округа получила Антонина Бессмолкина. В 2012 году она победила в конкурсе лучший кондуктор общественного транспорта. А среди пассажиров пользуется особенной популярностью, читая собственные стихи на маршруте. Уже сто лет прошло с тех пор, когда трамвайчик первым вышел. И слава Богу, он живет, он с нами рядом, он с нами дышит. Как монолитное звено трамвай, водитель и кондуктор. И с нами вместе заодно Суткевич, наш конструктор. За сто лет трамваи не только не вышли из моды, но и сохранили преимущество перед другими видами общественного транспорта. Сегодня на трамваях ежедневно передвигается более 300 тысяч самарцев. На долю ТТУ приходится более 50% пассажирских перевозок в городе. На муниципальном предприятии трудится около 4 тысяч сотрудников. Валерия Квасневская, Дмитрий Мешканцов. События. Другим темам сотни людей пришли на площадь славы в Самаре почтить память погибших в войнах. В День защитника Отечества у Вечного огня собрались военнослужащие, ветераны, курсанты, представители областного правительства, администрации Самары, депутатского корпуса, общественных организаций, жители города. Участники торжественного митинга возложили цветы к мемориалу. Это пример большой нашей молодежи. Молодежь должна видеть, как старое поколение чтит память тех умерших в Великую Отечественную войну. Защита отчизны нашей – это самое великое дело. Как управлять беспилотниками, ездить на машине по льду и каково это внутри танка на автодроме ДСААФ? Будущим и действующим защитникам Родины продемонстрировали военное оружие и технику. Так отметили завершение патриотической акции «Готов к защите Отечества». На пистолет нужно разрешение, арбалет слишком громоздкий, а вот трубочка с дротиками – самое подходящее оружие для партизана. Подростки с энтузиазмом осваивают необычные приемы борьбы с противником. Это оружие называется «Дротики». Используются для бесшумного поражения целей, медленного и быстрого эффекта. Военно-патриотическая акция от ДСААФ России по Самарской области. Это десятки площадок. Со стрельбой, выставкой оружия – настоящая боевая машина, в кабине которой можно прокатиться. Уроки экстремального вождения для тех, кому уже можно за роль. Те, кому еще нет 18-ти, задором прыгают в длину и перетягивают канат. Сам я хочу стать военным, чтобы защищать свою Родину, чтобы не было стыдно. 23 февраля – День защитника Отечества. Это мое день рождения. Я будущий защитник Отечества. Хочу стать военным, защищать свою Родину, стоять на границе. Готов к защите Отечества – акция, которая каждый год принимает в свои ряды все новых добровольцев. В секторах ДСААФ бесплатно занимаются почти 2000 мальчишек и девчонок. Стрельбой, охотой на лис, военно-морским многоборьем. Именно так, по мнению организаторов, праздником можно и нужно развивать в новом поколении чувство патриотизма и любовь к Родине. Нас будет уважать только тогда, когда мы будем сильны. Когда у нас будет сильное государство, сильная армия. Государство, оно сильно тогда, когда есть консолидация, сплочение общества, сильная армия и высочайшее чувство патриотизма. На военно-патриотическом празднике, приуроченном ко дню защитника Отечества, не обошлось, конечно, и без полевой кухни. Набегавшись по площадкам, ребята с аппетитом угощались кашей и горячим чаем. Анастасия Зубарева, Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Говорят, у войны не женское лицо. Женское доказывали в суровые годы Великой Отечественной представительницы прекрасной половины человечества. Те, кому довелось возводить сурский оборонительный рубеж, который был предназначен для задержания гитлеровской армии на подступах к Казани. Среди них были и наши землячки. На строительство грандиозного сооружения были мобилизованы учителя, землемеры, лесники, руководящие работники. В основном женщины, а также подростки. Мужчины были на фронте. В памяти о тех событиях самарская команда совершила марш-бросок до сурского рубежа. Вот эта же ширина. Он идет туда дальше, вдоль суры. Сегодня о месте трудового подвига в Больших Березняках напоминают лишь неровности ландшафта. Настоящая память хранится в сердцах внуков и правнуков тех, кто возводил сурский оборонительный рубеж. Его строительство началось в 1941-м, когда немцы приблизились к Москве. На протяжении 45 дней женщины и дети ежедневно вынимали по два кубометра промерзлого грунта, а это почти четверть КамАЗа. Ров пятиметровой глубины с окопами и блиндажами протянулся на сотни километров. Это был последний рубеж перед Волгой, последний рубеж перед нашей столицей, запасной столицей Куйбышевом. Эта героическая страница нашей истории малоизвестна. Почтить подвиг героев – одна из задач партийного проекта «Историческая память». На место событий в республику Мордовия отправилась экспедиция в составе команды «Навигатор-63», ветеранов локальных войн и участников военно-патриотических клубов Самарской области. Фашистские войска не смогли пройти вглубь нашей территории, и боевых действий на сурском рубеже не было. Но подвиг его строителей не уступает мужеству солдат, отстоявших родину в боях. Нам очень бы хотелось, чтобы и это вызывало интерес у молодежи, да, чтобы не случилось так, как сейчас уже мои товарищи и коллеги здесь говорили, как случилось на Украине, когда вдруг из головы молодежи на протяжении буквально кратчайшего времени все выветрилось, да, выветрились подвиги их дедов, прадедов. В память о подвиге женщин, строивших оборонительный рубеж, вахту у Стеллы несли воспитанницы Чапаевской школы-интерната. Накануне поездки в учебное учреждение прошел урок памяти. Но лишь оказавшись на месте событий, девушки смогли реально оценить масштабы героизма. И взвесить, смогли бы они повторить его сегодня. Думаю, что да, потому что если бы не так, то больше других вариантов бы не было. И пришлось бы все равно, как бы, чего бы это ни стоило, надо было все равно копать, все делать, чтобы выжить. После митинга в школе села Большие Березники прошли встречи с ветеранами. Участники марш-броска провели уроки мужества и этапы игры «Зорница». К 70-летию победы на месте строительства сурского рубежа будет возведен величественный монумент. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, События. Женщины сегодня могут многое воспитывать детей, быть успешными бизнес-вумен. В областной столице выбрали «Женщин года-2014». Конкурс проводит Городской союз женщин при поддержке администрации Самары и Городской думы. Он уже давно стал традиционным для области. За 17 лет тысяча победителей, порядка 4 тысяч финалистов. Анастасия Зубрева от тех, на кого стоит равняться. Учить детей и самой набираться опыта у них же. Оксана Лагденова призовые места в конкурсах занимает регулярно. Ее детский сад в числе ведущих. Но получить награду именно в конкурсе «Женщина года» особенно приятно делится педагог и руководитель. Ведь силы для трудовых подвигов она черпает в своей семье. Для меня мотиватором и вот таким моторчиком является, безусловно, моя семья. Это поддержка и забота моего отца. Это любовь со стороны моего мужа и со стороны моего сына. И когда я прихожу домой и чувствую их поддержку, мне хватает сил не только решать все вопросы на работе, но и успевать все по дому. У Светланы Корыцевой семеро, но по лавкам не сидят. Старший из пяти сыновей уже вовсю помогает маме воспитывать младших братьев. Да и дел в семье Корыцевых не меньше. Вдохновившись семейным успехом, Светлана основала православную классическую гимназию для младших школьников. Занимается активной общественной деятельностью и преуспевает в своей профессии в медицине. Ее девиз – больше делаешь, больше успеваешь. Когда много, на самом деле это легче. Зачастую получается, да. Вот так, все очень гармонично. Я думаю, что каждая женщина, если она на себя берет чуть больше, чем ей кажется, что она может понести, получается, наоборот, легче. Только нам попробовать. В этом году лейтмотивом всей акции была выбрана тема женского подвига. Среди финалисток – вдовы, участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, погибших в горячих точках. По мнению главы администрации Самары Олега Фурсова, проведение такой акции очень важно, особенно в год 70-летия Великой Победы. Проект «Женщин года» действительно особенный. Он с 1998 года объединяет представительниц прекрасного пола, которые достигают успехов в профессии, творчестве, спорте, продолжают себя в деятях и помогают другим людям становясь активными общественниками. Хотелось бы сказать особые слова признательности вам, милые женщины, и низко поклониться всем домам России, женщинам, обладающим великим мужеством и великим сведением. Настоящая женская доблесть и верность заслуживает того, чтобы ее увековечили. По словам председателя городской думы Александра Фетисова, в планах уже этой весной создать проект памятника женщине. Одно из предложенных мест для размещения скульптуры – самарская безымянка. Для меня это награждение сегодня имеет еще особый смысл, в том числе ответственностью и моей мамой. Это действительно главное предназначение женщины. Самара наша заслуживает того, чтобы женщине был поставлен памятник, культурная композиция. У нас, к сожалению, таковых нет. Мне хотелось бы, чтобы это был какой-то памятник поколенческой благодарности нашим. Победителем в номинации «Журналистика» стала главный редактор телеканала «Самара ГИС» Ирина Дулгаева. Финалистки конкурса «Женщины года» городского округа Самары уже в следующем году смогут побороться за звание лучшей в самом женственном конкурсе Самарской области. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События. Сотни жаворонков взмыли в небо над областной столицей. Так Самара отметила Масленицу. По традиции, основное действие развернулось на самой большой площади Европы. Юлия Черняева о том, как горожане провожали зиму. Блины, 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 блины мои. Ой, блины, 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 блины масляные. Ансамбль русской песни «Россиянка» на масленичных гулянях наделал много шума. Еще бы колоритные солистки в народных платках и поют про блины. В яркие краски площадь Куйбышева раскрасили и сами горожане, несмотря на пасмурную погоду в воскресенье. Кто-то надел кокошник, кто-то повесил баранки, а самые отчаянные решились покорить шестиметровый масленичный столб. Станислав Епифанов по столбам лазить не привык, но чего только не сделаешь ради любви. Я залез на столб, сделал селфи. Было не очень сложно. Посвящаюсь за своей любимой девушке. Пока одни покоряли столб, другие активно грелись с танцами, водили хороводы под знакомые с детства песни. А на пятый день я глину, куда бегла, Уморюсь, 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 уморюсь. Мы пришли, потому что масленица. Вроде как традиция приходить на площадь. Интересно, нам очень нравится то, что продают всякие вещи, сделанные своими руками. Я считаю, что это хорошо, забавно, интересно. Приближали весну как могли. Выставка «Самарский скворечник» привлекала публику невероятными формами и цветами, казалось бы, привычных домиков для птиц. Наша такая задача, чтобы таких скворечников было больше, чтобы ребята их развешивали в школьных садах, в парках нашего города, чтобы перелетных птиц в нашем городе становилось все больше и больше. В этом году масленица, как на троне, восседала на удивительном арт-объекте – гигантской русской печке высотой почти в 10 метров. В целях безопасности чучело не сжигали, а все желающие смогли унести с собой кусочек праздника от города мастеров. Эти куколки в народе называют масленицей. Сделанной из кабыша, можно делать из соломы. Масленицу обычно на народе сжигают, но кладут туда записочки по желанию и сжигается. Но можно ее использовать как оберег. Оберег хранится целый год, и в течение года ваши ожидания сбудутся. Праздники славянские, радость в каждый дом с песнями и плясками. Мы в весну пойдем. Две сцены, ярмарка мастеров, выставки, забавы молодецкие, игры. И самый настоящий праздник развернулся здесь, на самой большой площади Европы. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов, События. Масленичные гуляния проходили в разных районах города, в парках, скверах, школьных дворах. Проводы зимы с размахом устроили жители одного из домов по улице Гагарина, не без помощи своей управляющей компании. Дымящийся самовар, ароматный чай на травах, угощения, песни и забавы. Жители этого двора уже привыкли отмечать праздники вместе. На один день обычный каток во дворе жилого дома превратился в шумный и красочный балаган. Местные хозяюшки напекли почти сотню блинов по своим уникальным рецептам. Во-первых, обязательно на газировке, обязательно на кефире, ну и с хорошим настроением. Ну если все везде напряженка, совсем, ну почему бы, что, нельзя выделить немножко для детей конфет купить, блинчик из печи и сделать праздник. Это же прекрасно. Мы же делаем уже не первый год это. Для Саши и Кати с удивительно теплой фамилией печь, масленица – еще один повод нарядиться как следует и показать все свои умения в русских народных танцах и забавах. В кокосниках в таких платочках ходят русские красавицы, и на масленице так принято ходить. Мы любим устраивать всякие конкурсы, еще мы любим соревноваться и сжигать чучела. Шумные праздники, конкурсы и полезные мероприятия проводит для своих жителей жилищно-коммунальная система. Всегда при поддержке самих неравнодушных людей, которые рады поддержать инициативу управляющей компании. Здесь инициатива совместная. Если жители не захотят, то они не приедут. Поэтому здесь, мне кажется, любовь обоюдная к таким вопросам, должна быть, и она есть. Трудно, трудно, но эти вопросы, эти мероприятия, они, безусловно, устраиваются. Жители обратились к нам в ЖЭО с просьбой поддержать такое начинание, и мы откликнулись. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов, События. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Цены на сахар начали снижаться. Об этом заявили сахаропроизводители в ответ на предложение ФАС снизить импортную пошлину на сахар-сырец. Переходящие запасы сахара на 1 февраля 2015 года на 300 тысяч тонн превышают показатель аналогичного периода прошлого года. Анализ оперативной информации по уровню оптово-отпускных цен на сахар с начала года показывает, что в феврале оптовые цены на сахар снизились на 10%. Лично я не заметил, но раз официальные лица говорят. Количество безработных в России может вырасти до 1 миллиона 600 тысяч человек. Процессы оптимизации персонала уже запущены. Примерно каждый шестой россиянин уже попал под сокращение. Почти половина россиян боится остаться без работы, поскольку думает, что будет сложно найти новое место. Заметно сократилась доля уверенных в том, что в случае сокращения можно быстро трудоустроиться. В то же время каждый шестой не боится остаться без работы, поскольку считает себя нужным специалистом, а каждый девятый сам является владельцем бизнеса. Увы, но экономия на кадрах чаще всего ведет к краху бизнеса. Активность российских туристов в Европе начнет восстанавливаться не раньше 2016 года. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Согласно данным Европейской туристической комиссии, в прошлом году турпоток страны-члены ЕТС увеличился в среднем на 4% и достиг 588 миллионов прибытий, что на 22 миллиона больше, чем в 2013 году. Отрицательные результаты по прибытиям иностранцев показала лишь восточная Европа. При этом подавляющее большинство членов ЕТС зарегистрировали резкий спад посещений туристов из России. В 2015 году прогнозируется еще более существенное снижение турпотока из России в Европу. Ну давайте еще санкций, а то не все отели в Европе на грани разорения. Российский фондовый рынок открылся сильным снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1764 пункта. В лидерах падение. Мичел, ТГК-1, ОГК-2, Россети и Дикси. Среди лидеров РОСТа. ФосАгро и ВСМПО Ависма. К открытию торгов в России сложился неблагоприятный внешний фон. Американские индексы завершили день около нуля. В Европе торги прошли под влиянием позитивных данных из Греции. На азиатских площадках преобладает разнонаправленная динамика. Нефтяные котировки пытаются отыграть снижение прошлой недели. Геополитическая обстановка остается напряженной. Курс доллара на 24 февраля. 61,72 рубля. Курс евро. 70,03 рубля. Золото стоит 2388 рублей за грамм. Серебро стоит 33 рубля 20 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 58 долларов 55 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова